Здравствуйте! На канале ГРТ Новости в студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. У здания таможенной службы Камрад прошла акция протеста. В Молдове открылись стационарные центры по переписи населения. На Камрадском стадионе прошли финальные матчи футбольной медийной лиги. 19 июля исполнится год со дня вступления в должность башкана Гагаузии Евгении Гуцул. О том, что удалось сделать за этот период и что планируется реализовать в автономии, глава региона рассказала в программе «Де-факто» на канале ГРТ. В программе «Де-факто» на канале ГРТ глава региона Евгения Гуцул отметила, что 19 июля она официально вступила в должность башкана, подчеркнув, что этот год был для нее нелегким. Она сообщила, что за это время посетила Российскую Федерацию и Республику Турция. Мой первый визит международный это был именно в Турецкую Республику. То есть у меня состоялась встреча с министром иностранных дел, с господином Хаканом Феданом, где Турция еще раз подтвердила, что они всегда будут на стороне гагаузских жителей, гагаузской автономии. И всесторонняя поддержка всегда была, будет всегда. Помимо международных партнеров, поддержка автономии в течение этого года была оказана меценатами для реализации ряда инфраструктурных проектов из внебюджетных средств, сообщила Евгения Гуцул. Буквально за несколько месяцев мы около 50 километров дорог по всей гагаузской автономии, то есть в разных населенных пунктах. Мы это реализовали, также тротуары, десятки детских площадок, то есть парки построили. То есть мы инфраструктурные проекты, они с первого дня вступления в мою должность башкана, они начали реализоваться и продолжаются. Один из самых важных проектов, которые реализуются в автономии в настоящее время, это строительство развлекательного комплекса для детей в селе Кангас. По Гагаузи-Лэнд у нас много препятствий и блокирование работ по Гагаузи-Лэнд, потому что мы планировали открытие на 1 июня, но, к сожалению, этого не произошло, но мы работаем чуть-чуть с опозданием, но мы уверены, что мы реализуем этот проект и совсем скоро откроем. Планируется, что новый развлекательный комплекс предоставит возможность детям интересно провести досуг, станет визитной карточкой региона, а также будет способствовать экономическому развитию автономии и созданию новых рабочих мест. Татьяна Ставилова, Ирина Резунец, ГРТ Новости. В автономии на протяжении нескольких недель ждут разрешения на ввоз в Гагаузию оборудования, необходимого для завершения строительства детского развлекательного парка в селе Кангас. В связи с этим 3 июля прошел очередной митинг перед офисом таможенной службы Камрад. Жители собрались, чтобы высказать свое мнение. Мы здесь сегодня для того, чтобы пустили оборудование в Гагуузлэн. Растаможку надо сделать как следует, чтобы наши дети не ездили на север и чтобы наши дети здесь развлекались не только наши дети, и из юга Молдавии, и вообще из Кахула, и со всех регионов. Надо обязательно 100% открыть этот Гагуузлайд. Очень нужно, очень. Я с радостью приду со своим младшим братом, со своими родителями, и мы будем очень счастливы прийти туда. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что оборудование для развлекательного парка в селе Кангас находится на протяжении нескольких недель на таможне, что не дает возможности завершить строительство детского развлекательного парка. «Инспекции, которые приходят постоянно с этими проверками, так они уже в таможенной службе на таможне заблокировали наши аттракционы, бассейны, все, что прилагается к ним, оборудование, все заблокировано». Четкого объяснения причин задержки оборудования для строительства Гагаузии Аленд нет, отметил депутат Народного собрания Гагаузии Александр Дюльгер. «Хотели спросить, почему не растамаживается груз, по какой причине, нас даже не пустили туда внутрь. Это публичное место, где каждый житель имеет право заходить, спрашивать интересователей, нарушает доступ элементарных граждан к получению информации». Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов отметил, что вопрос строительства развлекательного комплекса необходимо обсудить с общественностью. «Весь юг звонит уже нам. Кантемир, Кагул, давайте мы придем к Гагаузии. Это же для всех людей нужно. Мы не делаем его для Гагаузии, там закрыто ничего не будет для других. Поэтому люди интересуются. Мы хотим, чтобы и наше руководство обратилось». Представители власти автономии после общения с митингующими направились в здание таможенной службы. Около часа шла беседа за закрытыми дверьми. После этого первый заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун прокомментировал происходящее. «Они говорят об одном, что якобы трубы и фитинги – это товары двойного назначения. Мы говорим, ну хорошо, если ваш работник действует не в правовом поле, вы, как руководитель данного подразделения, можете его проверить, перепроверить? Нет. Каждое дело действует в рамках своей компетенции. Но мы спрашиваем, ну пожалуйста, проверьте, обращайтесь письменно, обращайтесь в таможенную службу. Мы здесь только подразделения, если что обращать, в Кагул, в Кишинев». Депутат парламента Республики Молдова Александр Суходольский также дал свои комментарии. «Мы обратились, поставили в известность, также это прописано и в гарантийном письме импортера, что данные товары будут использоваться в строительстве социально-общественно важного объекта для Гагаузии, Гагаузия Ленд. На данный момент ситуация с места не сдвигается». Фирма, которая завезла в страну оборудование для парка развлечений, принадлежит экономическому агенту Валентину Гайдаржи. По его словам, аналогичные товары фирма завозит в Молдову на протяжении 10 лет и подобных проблем ранее не возникало. «Никаких ответов. Если вы помните, последний раз наш митинг был на прошлой неделе, и с этого момента ни одно движение не было со стороны таможенной. Мы только пишем, пишем. Мы не хотим, чтобы нас что-то привилегированно растамажили. Мы хотим заплатить налоги, как любой экономический агент растаможет товар и работать дальше». Предпринимаемые таможенниками действия законны и соответствуют всем необходимым процедурам, отметила ранее пресс-секретарь таможенной службы Татьяна Богдан-Шомпол. Иностранные товары, ввозимые в Республику Молдова с целью помещения под таможенный режим импорта, предъявляются в зоне таможенного контроля и одновременно в соответствии с установленной законом процедурой подаётся таможенная декларация. В дальнейшем таможенный орган проводит документальный и физический контроль товаров, подлежащих таможенному оформлению. И если требуются дополнительные документы, то они запрашиваются для обеспечения процесса таможенного оформления в соответствии с действующим законодательством. Экономический оператор был проинформирован о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для завершения контроля и выпуска товаров для свободного обращения. Власти автономии заявили, что несмотря на сложности с получением разрешения на ввоз оборудования, детский развлекательный парк будет достроен. У детей Юга Молдовы будет возможность здесь проводить свой досуг, также будут открыты новые рабочие места. Заявила на митинге глава Гагаузии Евгения Гуцул. Валентина Чубан, Григорий Ставилов, Артём Топал. Новости ГРТ. Мы не можем найти общий язык, потому что они шаг за шаг. Оплатите посылку. По этому счету в таможенной службе предупредили о новом виде мошенничества. Гражданам приходит уведомление о необходимости оплатить различные расходы, связанные с получением и оформлением посылок по определенным платежным счетам, которые не имеют отношения к таможенной службе. В учреждении напомнили, что все извещения отправляются официально и таможенная служба никогда не отправляет каких-либо счетов для оплаты. В таможне отмечают, что если граждане ждут посылку и им приходит сообщение, платежные счета или уведомления, рекомендуется уточнить информацию в Едином информационно-справочном центре таможенной службы по телефону 022-78-88-88 и проверить ее достоверность, сообщили в таможенной службе. До окончания переписи населения в Молдове осталась всего неделя. Чтобы обеспечить максимальное участие граждан в переписи, в стране открыли 43 стационарных пункта, куда жители могут обратиться и заполнить соответствующую анкету. В Гагаузи открылись три таких стационарных пункта в Камрате, Чедрелунге и Волконештах. Дать возможность большему числу людей принять участие в переписи населения. Такова цель открытия стационарных пунктов переписи в Молдове. Такие пункты будут работать в каждом районе Гагаузи. Они представляют собой места, куда могут обратиться граждане, которые в силу различных причин еще не приняли участие в переписи населения, отмечает супервайзер Роман Хоменко. С 1 июля были открыты 43 стационарных переписных участка. В автономии в Гагаузи непосредственно было открыто три участка. Это в Камрате, в Уконештах и в Чедрелунге. В Камрате это здание премарии на третьем этаже в кабинете статистики. В Уконештах это здание райадминистрации. И в Чедрелунге это улица Болгарская, 87, бизнес-инкубатор, бывшая третья школа. Стационарные пункты будут работать с 8 утра до 9 вечера и предлагают два варианта участия граждан в переписи. У людей будет два варианта. Либо записаться на перепись в стационарном пункте включительно по 7 июля. То есть они смогут переписаться и в воскресенье тоже. Вариант, который предусматривает перепись на дому, будет действительно только до 6 июля. 7 числа не получится этого сделать. До конца этой недели все это будет работать. Стационарные переписные участки работают с 8 утра до 9 вечера. Вы можете прийти, либо позвонить и переписаться. Жители Гагаузии высказали свое мнение о необходимости проведения переписи населения. Я записалась, записалась в свою семью. Сколько лет уже не было давно и должны знать, сколько населения в селе, например, как их живут. У каждого свое мнение. Я, например, за. Скрывать нечего. К нам вообще не приходили вообще-то. У них статистика все равно есть. Кто, что, куда, сколько родилось, сколько умерло и сколько всего. А это не знаю. Но я, во всяком случае, приняла участие. Заполнила бланки, все, что нужно там, как бы сделала. К нам приходил человек, который занимался этим. Да, и мы проговаривали, кто мы, откуда мы. Считается, можно принимать на участие, да? Я думаю, что да. Ну, чтобы знать, сколько людей у вас, сколько людей уехало, сколько приехало, сколько приехало из других стран. Хорошо, спрашивали, они задавали мне вопросы, а им вопросы. Напомним, что 8 апреля в Молдове началась всеобщая перепись населения. До 7 июля переписчики должны опросить все граждан Молдовы об их жилье, составе семьи, идентичности и языке. Дора Икизли, Григорий Ивтавилов, Мария Казаку, Новости ГРТ. Министерство образования сообщило о порядке подачи документов в университеты на 2024 год. По информации ведомства, абитуриенты смогут подать документы в 12 государственных и 4 частных высших учебных заведения. Приемная сессия пройдет с 22 по 29 июля. Результаты будут опубликованы 9 августа. Дополнительная сессия пройдет с 10 по 14 августа, а результаты объявят 20 августа. Заявления будут подаваться через онлайн-платформу «Ядмитири ГОФМД». Кандидаты в магистратуру и иностранные граждане подают заявления напрямую в университеты. Вязание как спицами, так и крючком – один из самых распространенных видов декоративного искусства. Уникальные вещи своими руками создает рукодельница Раиса Чулак из села Кирсово Камрадского района. В этих работах отражена индивидуальность рукодельницы. Раиса Чулак – мастерница в четвертом поколении. Первые уроки вязания она переняла у своей бабушки. В хобби данное рукоделие еще в студенческие годы переросло. Искусством вязания Раиса профессионально занимается около 15 лет. В хобби вязания у меня, будучи студенткой, училась в Кишиневе, В выходные дни телевизора мы не имели, радио только имели, когда я была студенткой. Чем заняться на выходные? Я себе ходила в магазин, покупала пряжу и вязала. Свитера, шарфики, шапки. Потом вот это хобби у меня превратилось уже в любительское. Вот уже 15 лет я профессионально занимаюсь этим делом. В нашем 21 веке интерес к этому виду рукоделия не теряется. В настоящее время вязание актуально. Это актуально, но и редкость, я хотела бы сказать. Обычно люди так говорят, бабушки у нас же вязали раньше. Ой, у нас только бабушки вяжут, сегодня молодежь у нас не вяжет. Я иногда где-то и могу поспорить с этими людьми, что сегодня есть и молодежь, которая вяжет красиво. Просто у них не так часто они сидят за вязанием. Я, например, могу вечерами и ночами сидеть вязать. Вещи, связанные крючком, обладают особым очарованием. При работе с крючком полотно получается двусторонним, более плотным и куда менее тянущимся, говорит мастерица. Крючком и ковры, и сумки, и польта можно вязать, шапки. Очень много всяких интересных изделий. Покрывало, скатерки, салфетки. Крючком больше схем можно найти. За время вязания Рейса опробовала много видов узоров и моделей одежды. Каждая работа рукодельницы – это эксклюзивное и неповторимое изделие. К формированию вязаного изделия у рукодельницы особый подход. За последние годы приучила себя к тому, что вяжу изделие целиком, не сшивая переднюю часть, спинку или рукава отдельно. Очень большое время берет у меня именно на сборку, сшить, собрать правильно. Ручное вязание – давнее искусство. Искусство красоты и творчества. Ему Рейса Чулак уделяет все свое свободное время. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Ирина Резунец. Новости ГРТ. На Камрадском стадионе прошли финальные матчи футбольной и медийной лиги. Чемпионом соревнований стала команда КФЛ из Камрада. Трибуны Камрадского регионального стадиона собрали сотни болельщиков. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Камрадский стадион собрал большое число любителей футбола на финальные матчи медийной футбольной лиги. Из 12 команд, которые приняли участие в состязании, четыре из них в итоге боролись за первые три места. За третье место в турнире на поле встретились с футбольной клуб Лёва конструктору и Академия футбола Чедерлунга. Я скажу так, что мы играли довольно-таки хорошо. Показали довольно-таки хорошую игру, как и в защите, как и в нападении. Немного тяжело было после поездки в Болгарию. Как вы знаете, в прошлом туре нас не было, наша команда проиграла Кангазу. Немного отдохнули, но довольно-таки очень сильно, поэтому чуть-чуть не привыкли к таким условиям. Тяжело было играть на поле. Солнце, жара. На поле, наверное, Глазу в 30 точно было. Ножки сразу подсели. Ну, сами видите результат. Боролись, пытались. Молодая команда. У нас молодая команда. Чуть-чуть, возможно, где-то не справились с нервами, потому что в голове был счет 2-1 в нашу пользу. И молодые чуть-чуть, наверное, чувствовали вот это давление соперника и ошиблись. Ошиблись. К сожалению, наш игрок неудачно сыграл мяч, потокнулся. И далее уже был второй гол. Команда «Лёва Конструктурул» также впервые принимает участие в медийной футбольной лиге и удачно стартовала, заняв третье место. Как отметили футболисты, финальный матч был сильным, а соперник достойным. Первым таймом мы били 1-0. Но там ребята моложе нас, и они как бы второй тайм перебегали нас. И выиграли 2-1. А потом мы еще два гола забили и выиграли 3-2 заслуженно. По сегодняшней игре тактически было все организовано правильно, поставлены все на свои позиции. Ребята играли дружно. Ну и добились соответствующего успеха, что вошли, сыграли хорошо за третье место. Финал футбольной медийной лиги выдался зрелищным. Встретились две сильные команды, которые в прошлом году вошли в тройку призеров. Отметим, что футбольный клуб «Кангаз» в прошлом и в этом году не проиграл ни один матч и стал чемпионом КФЛ 2023 года. Однако в финале этого года футболистам «Кангаза» немного не повезло. Матч прошел напряженно. В первом тайме уже на 10-й минуте футболист КФЛ «Камаль» забил первый гол ворота «Кангаза». У нас не было ни одного поражения в течение всего периода турнира. Но сегодня чуть нам не повезло. Мы не забили первый мяч и сами пропустили первый гол с автогола. И соперник чуть воспользовался нашей подавленностью, уже чуть больше давил. Мы постарались на характере, как мы обычно много раз делали, выиграть. И хотя бы имеется в виду отыграться. Но нам сегодня чуть не повезло. Были мотивированы, конечно, еще с прошлого года. В прошлом году нам немножко не повезло. Чуть не сложилось, были травмы, ребята вылетали. В этом году мы усилились. Мы поработали над тактикой, подработали в общем над всеми командными нюансами. И вот выступили, показали хороший, я считаю, достойный результат. Финал оказался у нас эмоциональным, жалким. Было много фолов, стычек, но куда без этого. Вышли с этим победителем. Хорошо, что это кончик с нулем. Я, как будучи защитником, очень поздравляю свою команду с этим долгожданным трофеем. По словам организаторов футбольной медийной лиги, игра прошла на высоком уровне. Матчи были зрелищными, а болельщики активными. В этом году у нас зарядилась такая инициатива, чтобы провести его более расширенно. Сегодня состоялся уже окончательный этап медийной футбольной лиги. Определились победители. Честно говоря, подготовка шла к этому турниру, можно сказать, что с января месяца. Сегодня уже финальный этап. Все завершилось на очень хорошем уровне. Представитель Федерации футбола Молдовы Денуц Опри отметил важность популяризации футбола среди молодежи. Это было особое удовольствие участвовать в этом футбольном мероприятии. Так, как говорили раньше, это не был всего лишь один турнир. Был праздник для всех спонсоров, организаторов, участвующих команд и болельщиков с трибун, которые сделали шоу, чтобы это мероприятие превратилось в праздник. Желаю от всей души, чтобы этот турнир стал традиционным и с каждым годом, чтобы участвовало больше команд. Все команды-участники получили дипломы и подарки от спонсоров турнира. Команда Академии футбола Чедерлунга заняла четвертое место и получила сертификат на сумму 5000 лей. За третье место в футбольный клуб Лёва Конструктору получил диплом, медали и сертификат на сумму 10 тысяч лей от организаторов. Серебряные медали завоевала команда «Кангаза», которая также была удостоена медалями и получила 15 тысяч лей. Чемпионами в этом году стала команда КФЛ «Камрад», которая получила медали, диплом и 20 тысяч лев и заветный кубок. Также в ходе награждения были отмечены лучший бомбардир, защитник и вратарь. А также призом удостоили и лучших болельщиков команды Кирсова. Завершилось мероприятие салюта. Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, Ирина Резунец, ГРТ Новости. В завершении выпуска о погоде. В Гагаузи ожидается облачная погода. Пройдет дождь, ветер 6-9 метров в секунду. Температура воздуха в Камраде днем составит плюс 27, ночью плюс 16. В Чедерлунге плюс 26 градусов, ночью плюс 16. В Вулканештах днем плюс 27, ночью плюс 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова